Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас такая битва всех iPod'ов, что ли? Ну, давайте посмотрим. Поехали! Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net Итак, ребят, привет! Сегодня хочу вам по отдельности рассказать про каждый iPod, что и вообще для чего они нужны, какой выбрать, какой будет для вас лучше, что ли, не знаю, посоветовать. У меня сегодня iPod Classic, есть iPod Touch пятого поколения, есть Nano и есть Shuffle. Ну, есть iPhone, он тоже выступает, к примеру, как плеер. Конечно, я не стал класть iPad и тому подобное. Давайте начнем сначала. Первая модель, которая у меня появилась, это iPod Video, либо называют его iPod Classic, он подойдет для людей, которые, наверное, много путешествуют, либо любят с собой возить прям всю свою коллекцию. Почему? Потому что здесь 160 гигабайт встроенной памяти, здесь жесткий диск. Давайте сейчас немножко яркости, наверное, поменьше вам сделаю. Управление здесь уже не особо удобное для меня. Изначально, конечно, да, это было круто, вот это сенсорный джойстик. Но сейчас уже, конечно, все перешло на Touch. Итак, 160 гигабайт места для вашей музыки, вашего видео, ваших фото, подкастов, видеоподкастов. Здесь нельзя читать книжки. Здесь есть несколько игрушек, их, по-моему, три, что ли. Они очень неинтересные. Дополнительно можно еще установить, но это какой-то прям геморрой. Да, три игрушки. На игры совершенно не рассчитан. Я его использую как музыкальный плеер. Да, здесь старое приключение, у меня есть док-станция. У меня есть пультик от нее, и я как раз управляю. Сейчас здесь закачиваются не все песни, здесь закачиваются только мои покупки некоторые. Но здесь нет динамика, и поэтому звук воспроизводится только через колонки 3,5 мм. Они подключаются вот сюда, вот сверху. Давайте я вам сфокусирую, да. Клавиша включения, жесткий диск внутри, и поэтому он издает некоторые звуки, когда он работает. Там такие хромированная задняя крышка, очень ненадежная и царапается. Видите, хоть он сейчас и в чехле, в пластмассовом, но он полностью убился. Подойдет для людей, которые любят все и сразу хранить в своем телефоне, точнее, в телефоне устройстве. Если вы едете куда-то далеко отдыхать, и там не будет интернета, это вот вещь для вас, чтобы 160 гигов взять с собой. Ну, согласитесь, да, полезная штука. Если вы молоды, мобильны, живете в крупном городе или не в крупном городе, любите слушать музыку, играть в игрушки и просто любите новую технику современную, то iPod Touch пятого поколения вам очень-очень подойдет. Цена у него адекватная, вы получаете самый лучший дисплей, последний от компании Apple. 4 дюйма, камера 5 мегапикселей. Вы не будете чувствовать себя каким-то там, не знаю, ущердным от тех людей, которые имеют айфоны. Потому что здесь все то же самое. Ну, камера, не знаю, там разница 5 мегапикселей, 8, прежде чем на дисплее самого устройства, ну, не особо видна. Все то же самое, только вы не будете звонить через сим-карту. Есть приложения, при помощи которых вы можете общаться в SMS, там, в WhatsApp, в FaceTime можете звонить, в видео смотреть, книжки читать, играть во все игрушки. Все то же самое, что и на айфоне. Только не сможете вставить сюда свою симку. Притом он еще и тоньше. Если вы занимаетесь спортом, если вам нужно смотреть фильмы, закачали сюда, вот здесь, к примеру, 64 гигабайта, всю свою коллекцию сериалов, ну, сериалов там, не знаю, сюда влезет там 8 сезонов. Смотрите, видосы здесь поддерживаются, все работает очень плавно. Если у вас никогда не было продукции Apple, но, по мне, работают они, к примеру, в таких положениях, как фото-видео быстрее, чем на андроиде. Ну, это мое мнение. Вот, для чего еще можно его использовать? Как спортивный вариант я его, конечно, не вижу, потому что он довольно-таки массивный и не всегда его удобно брать. Если даже его вешать на плечо, ну, тоже не очень крутой вариант, потому что он слишком большой. Насчет камеры, фото-видео в поездках вас очень даже спасет. Есть автофокус, есть панорамная съемка, есть HDR-фотография. Панорама тоже очень классная, если вы поехали, там, не знаю, в горы, прикиньте, вы нажали и сфоткали все вокруг. Притом на практически 360 градусов, ну, там, не знаю, на 180 точно идет. HDR, то есть такая, со светом поиграете. Если не знаете, что такое, забейте в интернете. Навигация и все игрушки у вас тут будут. Вот. Это если вы активны и любите смотреть фото, видео и, в принципе, занимаетесь немножко спортом, да. Айфон, ну, все то же самое, только это все устройства в одном, то есть вы будете по нему и звонить, и слушать музыку, и играть, и почта, и электронка. Притом это все мобильно, потому что интернет на симках есть, вы куда-то уехали, вам не нужно будет включать, там, свой айпод к вайфаю, либо у друзей, там, просить раздать вайфай, и тому подобное. Вы становитесь более мобильным. Вот, это все отличие. Но про айфон остановиться долго не будем. Вот, единственное, просто скажу, что он немножко потолще и выступает в роли уже телефона, со всеми тем же самыми функциями. Айпод тач это плеер. Кстати, очень много, ну, молодых людей выбирают именно его, как первое устройство, и это правильно. Вот, дальше. Айпод нано. Для кого он подойдет, вообще для чего он служит. Я его вижу, вероятно, только для спорта, в основном. Если вы хотите слушать музыку, использовать его как плеер, либо, там, смотреть фильмы, то в этом случае лучше взять айпод тач. Потому что, ну, при этом нано вы сможете делать, да, все то же самое, но диспетчик маленький. Давай сейчас тоже яркость уберу. Прям все очень-очень яркие. Вы сможете смотреть видео, например, тот же самый фильм Гарри Поттеру. Давайте запустим. Да, вы сможете смотреть, экранчик маленький, но особого удовольствия вы не получите. Единственное, если вам важно, чтобы он лежал в кармане, не занимал много места, ну, как плеер используется. Если вы учитесь в школе, да, классная штука, как шпаргалки используются, здесь текстовые редакторы вместе с песнями идут, можете в интернете забить, как это все делается. Вот, как шпаргалки используются, да, классно. Есть приложение фитнеса изначально, подкасты свои, там, фото, видео можете смотреть, например, здесь их нравы. Но в iPod Nano чем хорошо есть радио, давайте немножко перемотаем, да, здесь все запускается. Есть радио, в отличие от всех вот этих устройств. В этих устройствах нету радио обычного, в них есть радио интернет, то есть в iPod Touch вы тоже сможете слушать интернет радио, но не обычное. Здесь достаточно подключить обычные наушники, у вас будет обычное FM-радио, вы сможете его найти. Насчет фоток, вы фотографировать здесь не сможете, но сможете их просматривать. То есть, например, там, пошли в спортзал, занимайтесь, он легкий, он вообще практически ничего не весит. И кому-то здесь что-то показать, там свои фотографии, да, классно. Ну, там, например, смотрите, 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 как я там питаюсь правильно, у меня там морковка, картошечка, все это там на решеточке пожарено. Синхронизуется все это с компьютером. Если вы приходите домой, подключаете к своему компьютеру, у вас он заряжается, синхронизуется и ваша вся миниатека переносится сюда. Музыка, альбомы, песни, выбирайте, слушайте. Вот. Это, в принципе, все, что я могу по нано сказать. Ну, для себя я увижу только реально там бег и кому нужно там пару фоток кому-то показать, видео посмотреть. Здесь есть такая необходимость. Вот. Дальше. iPod Shuffle. Вообще, с чем это едят? Раньше у всех устройств был другой дизайн, теперь все пришло к такому. iPod Touch, Nano и Shuffle. Мне нравился Shuffle, который был тоненький, и Nano, который был квадратный. Да. Я думаю, что многие меня поддержат. Сейчас Shuffle выглядит таким образом. У меня он есть и черного, и красного цвета. Здесь 2 гигабайта памяти. Он подходит для бега. Я больше не вижу его применения. Он подходит для бега. Реально, если вы куда-то собрались, и вам нужно, там, не знаю, убить плеера, или не беспокоить, что там что-то сломается у вас, ну, там, механически, он маленький, вы его себе прицепили, и все, он будет играть у вас, ну, как Shuffle. То есть вы не сможете выбирать песни, просто вперед, вперед, вперед. 2 гигабайта, я думаю, что это достаточно памяти для того, чтобы там на одну-две тренировки протянуть. Классная штука. Есть голосовое воспроизведение песен и разъем 3,5. Через него он подключается к компьютеру и заряжается. И клавиша включения. Никакого дисплея, ничего нету. Выглядит стильно и круто. И видите, какой он маленький. По сравнению, там, даже с Nano. Вот, какой iPod подходит вам, выбирайте. Ну, вот я могу советовать так. Еще раз, давайте пробежимся. Для тех, кому нужно много памяти, и если вы уезжаете надолго, и не будет возможности, там, что-то закачать, то классик для вас, конечно, 160 гигабайт. Сейчас его купить тоже можно. iPod Touch, если вы не хотите отставать от всех, там, обладателей айфона, все то же самое у вас доступно здесь. Универсальное средство. Самое универсальное средство. Представим, на тренировку есть еще можно взять, прицепить его куда-то и побегать с ним. Такие вещи уже, не знаю, покупаются. Это Nano не мой, потому что он мне, в принципе, не нужен. У меня вот Shuffle, только черненький. Я его даже еще не открывал. Куплен в Таиланде. Там он стоил 1900 рублей. Ну, вот так вот подарочки себе сделали. Это вот супруги мы купили. Тоже пока не пользуемся. Потому что вот, имея iPhone, в принципе, вот такую вещь покупать не вижу смысла. Ну, просто незачем. Ради того, что там пару раз побегать и все. А так будет просто мертвым грузом лежать. А Shuffle тоже классная штука. Ладно. Всем спасибо, что смотрели. Это такой вот небольшой обзор всех iPod. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Проявляйте активность под видео. Вообще, за какой вы iPod? Может, вообще не за iPod. Вы за другие плеера. Пишите в комментариях. Будем общаться. Ладно. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на новые ролики. Всем спасибо. Всем пока.